В книге притч собрали советы на все случаи жизни. Мы немного говорили о мудрости, как ее можно обрести, в чем она заключается и где ее источник. Но в этот раз мы хотим поговорить об особой стороне человеческой жизни. Это богатство и верность. И мы хотим предложить вашему вниманию несколько небольших проповедей, объединенных общей этой темой. Эмилия начнет наше размышление. Сегодня я хотела бы основать мою проповедь на книге притчи, 11 глава, 28 текст. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. На богатство нельзя надеяться, потому что оно не поможет, когда Господь придет. Луки, 12 глава, 16 по 21 текст. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу, душа моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся и ешь, пей, веселись. Но бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не у бога богатеет. Если мы будем надеяться на Бога, а не на свое богатство, которое станет мусором, когда он придет, тогда мы будем счастливы, богаты и попадем в Царство Божье. Это же говорит Давид, Псалом 1, 3 по 6 текст. И будет он, как дерево, посаженное при ватоках вод, которое приносит плод свой во время свой и лист, которого не венит. Во всем, что они не делают, успеют. Итак, нечестивые. Но они как прах, метаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Поэтому, если мы будем думать, что мы богаты, и у нас будет все хорошо, то это приведет нас к погибели. Сейчас музыкальный номер исполняет Славик. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Некоторые тексты призывают нас к щедрости. Те, кто не унывает, не утаивает у себя, впоследствии будут иметь с избытком. Этими мыслями поделится своей проповеди Аня. Здравствуйте, дорогие друзья! В моей сегодняшней проповеди мы рассмотрим вопрос щедрости. И в основу наших размышлений мы возьмем текст из книги «Притч» 11 главы 26 текст. Проклянут люди того, кто припрятал зерно, а голову продающего хлеб венчает благословение. Или в другом переводе «Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего хлеб благословение». То есть люди, которые со щедрым сердцем отдают что-то, никогда не останутся в беде. Люди с ними всегда с радостью будут делиться, потому что они когда-то помогли им. Готовая эту проповедь, я вспомнила историю из книги «Жизнь Тины», где главная героиня всегда старалась скопить деньги себе на одежду. Но в тот момент, когда она собирала нужную сумму, всегда кто-то рядом нуждался в теплой одежде. И она всегда готова была поделиться. В то время, когда ей особенно нужна была одежда и обувь, Бог через ее друзей послал ей то, в чем она больше всего нуждалась. Добро к человеку всегда возвращается, точно так же, как и зло. Те, кто имеет и не дает ничего, не имеют в будущем, потому что люди не хотят с ним делиться. Но почему? Люди, помня о поступке человека жадного, не хотят отдавать свое. Доброму же человеку всегда хочется отдать, и этим отблагодарить за добро, сделанное им. Живя на этой земле, мы должны помогать ближним, не обязательно материально. Ведь самое главное, что мы можем отдать человеку, это время. Потому что мы отдаем то, что никогда не сможем вернуть. Если мы отдаем что-то сейчас, мы приобретаем в будущем. Так вдова из царепты отдала последнюю еду. Именно поэтому, доверившись Богу, она получила большее. Люди, которые думают, что все хотят им зла, наверное, судят сами по себе. И об этом мы можем узнать из многих жизненных историй. Так рассказывается об этом в истории «Сеять семена добра». Одна семья вместе с другими переселенцами, приплывая в открытую страну Америку, решили поступать с индейцами так, как бы им хотелось, чтобы поступали с ними. Делиться с индейцами во всем, что могли, помогать и уважать их. В это же время другие переселенцы все больше возбуждали ненависть индейцев своими злыми поступками. В конце концов, терпение индейцев лопнуло, и они подожгли их город. Эти люди потеряли все из-за жадностей и предрассудков. В этом есть урок и для нас. Мы должны все отдавать со щедрым сердцем и получать взамен больше того, что у нас было. Этому есть много доказательств в Библии. Например, в книге «Притч» 11 главе 24 стихе. «Иной раздает щедро и становится богаче, а другой вкуп сверх меры и только беднеет». Еще доказательства этих слов есть в книге 2 Коринфяна 9 глава 6 текст. Но вот что я скажу вам. «Кто скупо сеет, тот скупо и пожинает, а кто сеет щедро, тот и пожинает щедро». Пусть каждый дает, сколько сам определил для себя, при том не с огорчением и не с принуждением. Ведь Бог любит тех, кто дает с радостью. Давайте не будем забывать о том, что отдавая сейчас, мы получаем большее в будущем. И будем отдавать, не скупясь. Олеся пойдет нас дальше в наши размышления и поделится о том, насколько в жизни важна верность и какого человека можно назвать верным. Как хорошо иметь верного друга, не правда ли? Верность – это не менее важное качество, чем щедрость или умение правильно использовать богатство. Какими качествами должен обладать верный человек? В 11 главе притч в 13 стихе написано «Не заслуживает доверия тот, кто разглашает чужие тайны, но верный человек не сеет слухи». Когда человек рассказывает тайну, он теряет доверие, но в первую очередь он нарушает заповедь любви. Люди не станут ему доверять, зная, что если он легко рассказывает тайну чужих, он может рассказать и их. Но почему такой человек, ему легко рассказывать чужие тайны? Он не думает, что может причинить кому-то боль. Не думает, что, возможно, этот человек не хотел, чтобы об этом знал кто-то другой. Это похоже на то, когда стрелок стреляет, а потом рисует мишень. Сеятель слухов делает то, что хочет, не думая о последствиях. А потом очерчивает круги обоснования своих действий. Библия советует не дружить с такими людьми. 19 стих 11 главы. «Кто разносит слухи о других, не заслуживает доверия. Не будь другом того, кто много говорит». А говорит он много от того, что ему, вероятно, не о чем заняться, раз он ради развлечения или другой выгоды позорит имя ближнего пустыми рассказами о нем. Но как друг может стать предателем? Достаточно начать завидовать, ненавидеть, сплетничать. И вот этого друга уже не назовешь другом. Теперь он предатель, который потерял доверие, возвратить которое будет очень просто. Но как быть верным другом? Давайте опять прочитаем 11 стих 13 главы. «Не заслуживает доверия тот, кто разглашает чужие тайны, но верный человек не сеет слухи или в другом переводе не скажет лишнего. Лишнее — это ненужное, пустое. Друг, он не будет говорить лишнее, так же он и не спросит лишнее. Рассказывая о своем друге, он не будет подчеркивать плохое, а наоборот будет отзываться хорошо. Пример такого дружеского поведения показал Иоаннафан, когда заступился за Давида перед отцом, царем, который намеревался убить Давида, зная, что Бог хочет сделать его царем. Вместо того, чтобы посплетничать, тем самым возбудив еще большую уверенность Сула в своей правоте, Иоаннафан обратил внимание на то, что Давид сделал для всей страны, для него лично. Но он же не делал что-то плохое для царя и остальных. Друг, если он верный человек, он способен таить дело и таким образом сохранить и укрепить дружбу. Давайте будем такими друзьями. Возвращаясь к теме про богатство, из Библии мы читаем о том, что оно не может сложить гарантией спасения человека. Только отношения, основанные на любви и к Богу, могут давать нам вечную жизнь. Об этом Даник поделится своими мыслями. У меня проповедь основана на притче 11 главе, 4 стихе. «Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти». В этом мире люди надеются на свое богатство. За деньги можно решить любую проблему. Но в притчах говорится, что богатство не поможет в день гнева. Что за день гнева? День гнева — это второе пришествие, когда будет оглашен окончательный приговор. Откроем с Афонии. Первая глава, 18 стих. «Ни серебро их, ни золото их не поможет спасти их в день гнева. Господь и огнем, ревностью его пожирана будет вся эта земля, ибо истребление и при том внезапное совершит он всеми жителями земли. Об этом Господь говорит богатому юноше». Луки, 18 глава, 24 стих. «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие!» Иисус предложил богатому молодому человеку родать свое имение и последовать за ним. Последовать за Христом означает обрести спасение. Но этот юноша, как и большинство людей сегодня, видя свою безопасность только в деньгах, для него было страшно остаться без своего богатства. Он так и не понял, что возле него стоял тот, кто мог дать ему безопасность и мог исполнить все его нужды. И самое главное, мог дать ему спасение. Об этом говорит вторая часть стиха, притч. Она говорит о том, что спасение заключается лишь в правде Христовой и его праведности. Нас спасает лишь Христос. Когда человек читает Библию, он узнает правду о Боге, о себе, и он начинает понимать, что спасение его, спасти его от грехов может только Христос. Тогда он перестает надеяться на свое богатство и доверяет свое спасение лишь Христу. Дорогие братья и сестры, мы сегодня стали снова участниками детского служения, которое подготовили наши ребята, наши учащиеся школы пророков. Мы уже второй год изучаем книгу притч. Все, кто посещает служение наше периодически, вы, наверное, заметили с первой главы, и вот сейчас мы дошли только до 11 главы. А их сколько, этих глав? Да. Вот. Ну, я так думаю, если мы будем идти с такой скоростью, нам еще хватит на два года размышлять, да? Вот. Но нас не должно это смущать по той причине, что, знаете, вопрос мудрости это вопрос всей нашей жизни, правда? И мудрость постигают и воплощают Божью мудрость в свою жизнь люди всех возрастов. Дети наши точно так же учатся этой мудрости. Сегодня мы слушали с вами тему о щедрости, о богатстве. Ну, это такие как бы синонимичные уже понятия, как бы близки. Вот. Но мы еще слушали о верности, да, тему. Как важно быть верным. Ребята сами выбирают для себя эти темы. и вот одиннадцатая глава, она настолько богатая, ну, как, впрочем, и все главы книги притч. И они богаты, знаете, такие, как золотые россыпи мудрости, правда? Одно предложение, да, одно предложение, фактически один текст, и это целая бездна, потому что это Божья мудрость. Хоть Бог нам дал через человека вот эти все высказывания, все эти, оно даже стало афоризмами в какой-то мере, да, такими формулами жизни, принципами жизни, но в нем заключена Божья мудрость, потому что если человек слышит это слово, если он принимает его, если он воплощает это все в свою жизнь, производит это в своей жизни, в конечном итоге к чему это приводит? Это приводит к тому, что человек, постигая Божью мудрость, он сам становится мудрым, правда? Вот, но мудрость это на таком простом уровне, да, на простом жизненном уровне дана нам как правило жизни, и здесь не нужно изобретать что-то такое сложное для того, чтобы быть мудрее, эта мудрость уже есть, она в Слове Божьем. Я хочу буквально в двух словах рассказать, как ребята готовятся к проповедям. Вам Ребята, вы не против, если я расскажу? Нет. Значит, вот смотрите, мы берем часть, главодную, берем часть текста, допустим, 10 текстов, мы их все читаем, мы их разбираем, и вот как было в самом начале, ребята читали это, и потом устно, просто своими словами делились, как они понимают этот текст, что это дает для детского, пытливого ума, и вообще для взрослого человека то же самое. Это, знаете, как бы осмысление, осмысление вот той темы, в которую мы пытаемся вникнуть. Чуть позже уже, так вот, когда мы уже научились это все воспринимать словами, мы начинаем это уже записывать, записывать своими руками свои же мысли. Вот. Зачем это нужно? А чтобы они зафиксировались у нас в сознании. Это, кстати, ну, такой блиц-урок для всех, и для взрослых тоже. Как усвоить Божью мудрость? И вот, когда мы записываем, оно становится уже как-то более глубоко нашим, потому что я пишу уже с какой-то ответственностью. Правда, ребята? Мы запоминаем это лучше, мы это уже пересказываем, нам легче потом поделиться с кем-то этой мыслью. Ну, а позже, что было уже? Мы уже начинали работать с параллельными текстами, потому что Библия богата вот этими россыпями, мудростью своей в разных своих частях. Правда? Не только в книге «Притч». И вот ребята ищут эти тексты, может быть, им подсказывают родители дома, может быть, они сами уже читали, но, во всяком случае, они научились ориентироваться в Библии. Они учатся ориентироваться. И вот сейчас у них было задание уже на пять минут сказать проповедь. Если раньше у них проповедь была одну, полторы, две минуты, то сейчас это уже пять минут проповедь. Правда? Ну, в принципе, они уложились в это время. Я так сидела, смотрела, сколько же каждая проповедь занимает времени. Все они волнуются, потому что я тоже волнуюсь, когда выхожу, сколько уже лет говорю проповеди, но все равно все волнуются здесь за кафедрой. Какой урок мы можем взять для себя дорогие родители, взрослые. Это доступно каждому. Мы все должны просить о дарах каких? Больших, да? О дарах и том, чтобы пророчествовать, для того, чтобы рассказывать людям Слово Божие, чтобы им делиться. Нам нужно учиться передавать эти мысли. Поэтому я приглашаю, ну, в первую очередь, родителей, чтобы вы вместе с вашими детьми постигали эту науку Божьей мудрости. Ну, и саму технику, как эту мудрость освоить и уметь ее передавать. Я хочу еще одну такую важную новость сказать. У нас есть еще два человечка наших, двое наших ребят, которые должны были сегодня быть посвящены в школу пророков. Но буквально идя сюда, я получила письмо от Алексея Стапенко. Он сейчас находится в Польше. Он говорит, ну, вот сегодня посвящение, а вот нас не будет, родителей не будет. Можно ли перенести на следующую субботу? Поэтому мы с ребятами поговорили, и они согласились, что в следующую субботу, когда родители уже могут прийти, будет такое полноценное посвящение. Это не просто какая-то формальность, друзья, это должно стать традицией. Когда наши дети будут подрастать, им будет исполняться 10 лет, они уже могут быть частью этой школы, школы пророков, учиться общению с Богом, постигать Божью мудрость, учиться этой мудростью делиться с другими людьми, и таким образом быть с Господом всегда. Друзья, я прошу вашего внимания к этой важной теме воспитания наших детей, духовного воспитания, практического воспитания. Прошу, чтобы очень серьезно мы все отнеслись к этой непростой задаче воспитания нашего поколения, следующего поколения. Это наши братья и сестры, они сегодня еще юные, но они с нами в церкви, и слава Господу, что они с нами. Нам нужно сохранить это поколение, потому что, возможно, они будут первыми, кто будет встречать нашего Господа, и хотелось бы, чтобы они живыми встречали нашего Господа, правда? Для этого нам нужно сделать все возможное, чтобы наши дети были с нами, и чтобы они были с Господом. Мы для них должны стать примером, стать вдохновителями, стать учителями и выполнить свой родительский долг. Поэтому приглашаю к тому, чтобы родители были примером для своих детей, в части подражания, в части проповедования, в части благословения для этого мира. Пусть Господь благословит всех нас и детей наших в первую очередь, потому что они нуждаются в этом благословении. Они полностью зависят от нас, зависят даже от нашей духовности. Наши дети зависят от нас, друзья. Мы должны очень хорошо понимать свою роль, свое призвание. у нас есть гимн, который мы поем все вместе. Если вы помните его, я приглашаю, чтобы вы все подключались к нему, а ребят приглашаю сюда, чтобы все вместе спели наш гимн. Я на Господа похожий, в своей жизни стать полючусь. Для меня он всех дороже, я по делу отдадусь. Если я светить не буду, если ты светить не будешь, если мы светить не будем, то тогда согреет мир. Хочу верным быть, я малым, жизнь Иисусу посвятить. Его нежность и терпение, своей жизни воплотит. Если я светить не буду, если ты светить не будешь, если мы светить не будем, то тогда согреет мир. Люди гибнут без надежды, тьма объяла мир земной. если каждый станет светом, засияет свет большой. Если я светить не буду, если ты светить не будешь, если мы светить не будем, то тогда согреет мир. мир. я светить не буду, если ты светить не будешь, если мы светить не будем, то тогда согреет мир. мир. все вместе еще. Еще раз припел. Если я светить не буду, если мы светить не будем, если мы светить не будем, то тогда согреет мир. мир. Право, сглашается Слово, так же, как в Ниле. Праведность восторжествует снова, Праведность Господа сил. Дни испытаний и горя, Муки, страдания и слез. Мы, Иоанна, в пустыне голос Готовьте для Господа путь. Господь грядет на белых облаках, При звуках судных труб, В сияющих лучах. Возвыть свой глаз, Что день тут настает. И от корысти он спасенье грядет. Словно виденье пророков, Тленная плоть оживет. В царстве Бога живого на стане, К болотам народ вознесет. Поля побелели, помилуй, Все к жертве готово. Вот мы, Твои верные слуги Божьи, Несем слово в мир для людей. Господь грядет на белых облаках, При звуках судных труб, В сияющих лучах. Возвыть свой глаз, Что день тут настает, И от корысти он спасенье грядет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова